Всем привет! В этом уроке мы с вами пройдем три оператора. Это AND, O, AND NOT. То есть И, ИЛИ и НЕ. Ну, как видно из названия, И – это все условия должны быть правдивы, то есть все условия должны работать. ИЛИ – это значит любое из перечисленных условий должно работать, и НЕ – это наоборот там, где условия не являются правдой, то есть там, где указанное условие не является правдой, там запрос сработает. Так, вот синтаксис. Обычный SQL запрос, то есть SELECT запрос, потом идет WHERE, где, да, условия первое, и условия второе, и условия третье. То есть CONDITION 1, AND CONDITION 2, AND CONDITION 3. IN OTHER WORDS, ALL CONDITIONS HAVE TO WORK FOR THE QUERY TO BE SUCCESSFUL. То есть, все условия должны быть правдивы для того, чтобы запрос успешно выполнился. ИЛИ – only one of the conditions have to be true in order for the query to be successful. То есть, достаточно одного условия, чтобы запрос успешно выполнился. То есть, вот CONDITION 1 OR CONDITION 2 OR CONDITION 3. То есть, если любое из этих условий правдивы, правда, тогда запрос выполнится. Поэтому ИЛИ. Так. А НЕ? НЕ – это запрос успешно выполнится в том случае, там, где CONDITION, то есть условие, не является правдой. OR CONDITION 2 – ACTION 3. for this operator, the load of this operator, the KZDR3 has to be true for the query to be successful. То есть обратное условие… То есть, обратное условию должно быть правдой. Так. Давайте рассмотрим на примерах. Давайте рассмотрим на примерах, смотрите, и выбрать все из таблицы клиенты, где страна Германия и город Берлин, делаем выполнить запрос. Вот, страна Германия и город Берлин. Так, то есть только одна запись соответствует условию. Так, если мы сделаем, допустим, здесь город Мадрид, да, никакая запись не вернется, потому что Мадрид не в Германии. То есть одно из условий не выполняется, уже все. Запрос не работает. Если бы была такая запись, что страна Германия и город Мадрид, тогда да, запись вернулась бы. Но так как такой записи нету, ничего не возвращается. Так, здесь Мюнхен пишется как-то по-другому, поэтому запрос не работает. Ну, вообще, здесь, короче, должны выполняться оба условия для того, чтобы запрос сработал. Тогда возвращается результат. Так, теперь или. Или должно выполниться хотя бы одно условие, тогда запрос сработает. Смотрите, здесь выбрать все из таблицы клиенты, где город равно Берлин или где город равно Мюнхен. Вот так пишется, да? Так. Так. Видите? Город Берлин и город Мюнхен. То есть, или вот это, или вот это, или вот это выполняется, и запрос срабатывает. Здесь не обязательно должен быть город, да? Второе условие, не обязательно должен быть город. Это может быть страна, да? Country, да? Может быть страна, допустим, Бразилия, Бразил. Делаем выполнить запрос. И смотрите, нам возвращаются, нам возвращаются те записи, которые соответствуют условию, где город равно, равен Берлину или где страна равна Бразилии. Видите? Город Берлин или где страна Бразилия. Вот. То есть, для или, неважно, какое условие, первое или второе, любое, если выполняется, тогда или работает. А не, да, как работает не? Не работает, как бы, выворачивая запрос наизнанку. То есть, он возвращает все то, где наоборот. То есть, вот этот вот запрос возвращает только то, где страна не Германия. То есть, здесь вы говорите, вот какое-то условие. И, так как перед этим стоит нот, возвращается все то, где это условие не является правдой. Видим, здесь страны Германии нету. Также можно комбинировать все эти три оператора, для того, чтобы получить нужный результат. Смотрите, здесь выбрать все из таблицы клиенты, где страна равно Германия и город или Берлин, или Мюнхен. Здесь, видите, для того, чтобы комбинировать условия, мы используем скобки. То есть, внутри скобок это или, да? Вот видите, или. А снаружи скобок это уже и. То есть, и вот это слева, и вот это вот справа должно работать. Но, так как справа у нас или, то любой город подходит. Или Берлин, или Мюнхен. Мюнхен, или Мюнхен. Не знаю, не знаю, как правильно. Так, смотрим, видите, страна Германии исполняется, условия. И город или Берлин, или Мюнхен. Мюнхен. Поэтому все работает, да? Так. Так. Так, так, так. Теперь давайте вот это сделаем. Выбрать все из клиентов, где не страна Германия и не страна США. То есть, выбрать все из клиентов, там, где страна не Германия и не США. И, видите? То есть, он вернет нам все записи, кроме тех, где страна Германия и США. Видите, здесь ни Германии, ни США нет. То есть, отсюда вы можете отметить, что нод добавляется перед именем колонки. Для которой задается условие. Теперь давайте сделаем упражнение, которое мы уже сделали, оказывается, в предыдущих уроках. Так. Так. Select all records, where the city column has the value of Berlin, and the postal code column has the value of 12209. Так. Select everything from customers, where city equals Berlin, and, почему and, потому что здесь and. Postal code equals this. Postal code equals this. Correct. Так. Select all records, where the city column has the value of Berlin, or London. Select everything from customers, where. city equals Berlin, or video, or city equals Berlin, or video, or city equals London. Correct. Так. Здесь уже начинаются упражнения для следующей темы. Поэтому туда мы не будем идти пока что. А на этот урок это все. Спасибо за внимание. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok